всем привет сегодня я расскажу как сделать рабочий стол более красивый вообще в силу виндоу более красивый как вы видите у меня сейчас такой вот белый красивый пуск так же панели задачи и вот тут всякие программки допустим фотошоп так вот он сейчас открывается так вот приступим чтобы сделать вот такие вот маленькие значки можно просто зажать клавишу control и крутить колесико мыши как видите это я щас кручу колесико мыши назад и значки уменьшаются колесико крышу колесико мыши вперед она картинки увеличивается лично или еще можно сделать еще можно по рабочему столу правая кнопка мыши вид и мелкие значки можно тут немножко поднастроить вот как у меня было или вообще их можно скрыть опять же правая кнопка мыши вид отображать значки рабочего стола все тут никодина ничего не видно далее приступаем к панели задачи панели задачи вот видите тут есть такие вот маленькие картинки адоп программ просто программ и вот так вот я настроил это надо нам правой кнопкой мыши по панели задач панели вот панели и можно тут создать панель инструментов и допустим и выбираете папку но перед этим нужно открепить панели задач чтобы как бы настроить допустим документы я не знаю вот для монтажа выбор папки видите тут появляется вот такая вот штучка ну и ее можно убрать почти таким же способом можно вот для монтажа просто снять палочку далее цвет панели задач чтобы поменять цвет панели задач нужно правой кнопкой мыши нажать параметры панели задач персонализация только для этого нужно активировать windows да кстати сразу извините за плохое качество микрофона то есть у меня плохой звук плюс видео не с азартного формата так тут вот много вот таких вот всяких разных настроек ну мы выбираем цвета и вот тут допустим вот можно любой цвет выбрать вот видите у меня сейчас оно немножко подвозило и тогда вышло то у меня еще запись идет компьютер не сильный ну я поставлю обратно на вот такую вот белую вот да извините за лайки просто компьютер не самый сильный вот все тут можно эффекты прозрачности но я не имею я не знаю зачем когда у вас белая панель задач эти эффекты прозрачности а чтобы вот так вот было белое надо отображать цвет элементов на следующих поверхностях надо включить галочку в меню пуск на панели задач и в центре уведомлений то есть теперь вот тут у нас все вот такое белое ну так же можно включить тему темную светлую это не особо важно вот видите дальше панель задач тут можно использовать маленькие кнопки ну вот видите я настроил вот большие кнопки а можно использовать вот такие маленькие к которым я уже давно привык можно вот видите в конце панели задач есть вот такая кнопка можно на нее нажимать и она будет скрывать все окна или же просто можно если вот эта галочка будет включена то просто можно на нее навести и все пропадает так что тут есть возможность поставить в одной из задач допустим внизу как у меня справа вот сверху и слева ну мне удобнее всего внизу вот так вот тут также можно группировать кнопки на панели задач при переполнении панели задач то есть можно никогда я не знаю чем отличается вот это и вот это вот видите тут не показывается как называется программа допустим а если вот так вот то видите OBS допустим вечер задач программитры и так далее так же можно колесиком мыши вот так вот еще делать вот допустим наводите на вот это на вот эту небольшой выбор можно колесиком мыши вверх вот как вы видите и вниз ну вот так вот дальше тут показывать контакты на панели задач тут просто будет такой значок на панели где-то на панели задач где-то вот тут люди вот так же можно вот так вот скрывать панели задач в режиме рабочего стола ну это по желанию плюс у меня оно почему-то не работает когда вот так вот видите панель задач все равно открывается автоматически поэтому я это выключаю выключаю меню пуск тут можно куча всего у нас строить вот видите у меня сейчас у меня вот видите такой вот беленький красивенький пуск тут можно вот это убрать вот это убрать можно даже в параметры заходить можно высоту ширину ширину менять если это и если можно ну короче много всего если вы знаете что это за картинка у меня на рабочем столе это это windows 8 но у меня windows 10 у меня не windows 8 у меня у меня раньше сеньорка вообще была так пуск тут можно показывать больше плиток в меню пуск это у нас не больше вот видите меню пуск поменялся если вот так то он будет шире но зато его можно будет вот так немножко менять спокойно показать список приложений в меню пуск ну то есть видите сейчас у меня только плитки а можно это включить и тут будут показываться приложения новые допустим там вот папки всякие excel и так далее но это все распределено по буквам показать недавно добавленные приложения то есть приложения которые вы только недавно добавили установили вот как у меня это Adobe Acrobat и Telegram Desktop да дальше вот это я показать наиболее часто используемое приложение это у нас у меня Microsoft Edge то есть браузер да я пользуюсь обычным браузером Microsoft открывать меню пуск полноэкранном режиме что это это у нас меню пуск как на Windows 8 тут конечно немножко все равно отличается потому что ну немножко это не Windows 8 но все равно а также в меню пуск можно вот так вот вот видите юзер ну то есть аккаунт ваш в котором вы сейчас находитесь можно сказать документы изображения параметры и выключения можно вот так вот ну лично мне нравится десяточный пуск больше вообще больше всего да я такой странный мне больше всего нравится пуск семерки не знаю может это один я такой но показываю последние открытые элементы в списках переходов в меню пуск и на панели или на панели задач это я не разобрался что делать так показать так шрифты тут шрифты я не знаю как их поставить так что извините темы тут можно вот звуки цвет опять же цвет фон вот у меня картинка 8.1 бэкграунд это я так называю все эти тут у меня есть разные темы windows 10 windows цветы и это моя еще одна тема вот так вот а у меня видите и курсор белый а тут у меня вот практически белый цвет курсор тоже практически черный инверс инверс какой то вообще куча курсоров мыши если открыть вот вот это то можно столько всякого найти то что прям вообще с кроме но в это в в и в и и в и и У меня тут стоит такая вот картинка 4К. Тут можно фото и слайд-шоу. Лично я вот такую 4К картинку поставил. Ну цвета и фото это уже не особо я уже про это рассказывал. Дальше. Вот такой вот у меня короче пуск. А также тут можно еще побаловаться с всякими вот такими штучками. Например поиск можно скрыто или показать значок поиска. Если параметры панели задач. Если включить большие кнопки меню, точнее панели задач. То там будет 3 варианта. Показать область поиска. Показать значок поиска. И вот видите у меня сейчас поиск. И тут видите показать поле поиска. И тут будет вот такая вот окошечка. Лично я пользуюсь маленькими кнопками панели задач. Мне это уже привычный использовать маленькие кнопки панели задач. Так вот. Все. Так же тут можно по рабочему столу нажать. Можно вот создать. Допустим. Создать. Я не знаю. Папку. Папку. Ярлык. И так далее. Еще. Можно вид. Крупные значки. Обычные значки. И мелкие значки. Так же если отображать значки на рабочем столе. то можно вид. Упорядочить значки автоматически. Вот так. Но потом оно все равно при как само не возвращается. Так же тут можно выровнять вид. Выровнять значки по сетке. То есть это можно теперь переносить куда угодно просто. Куда хочешь. Но этим я не пользуюсь. Сортировка. Можно вот. Вот так вот. Сортировка. И можно обновить рабочий стол. Вот видите. Все переоружаются картинки. Вот так вот. А. Точно. Тут же можно. Кнопку просмотра. Зазначь. Ну. Она в основном не нужна. Потому что все пользуются в основном. Альт. Таб. Вот. Или. Виндовс. Таб. Вот. Видите. Вот видите. Можно закрепить панель задач. И вот тут. Допустим. Настроить. Мне это почти. Очень часто. Короче. Надо делать. Потому что. Все время. Немножко разбивается. Вот. Сейчас у меня все. И четыре видно. А. Тьфу. Не ошиба. Это. Вот это. Что вам не понравилось. В этом видео. Что вам понравилось. В этом видео. Оценивайте. Видео. Всем удачи. И всем пока. Это первое видео. Напомню. С голосом. Но. У микрофона. У микрофона. У меня пока что. Нормального нет. Всем пока. Оценивайте. Нормального нету. Можно его применять. Задаривают. Интles. «Лос клом». «Лос клом».